Когда работодатель вправе хранить электронные копии паспортов и СНИЛС работника? Добрый день, уважаемые налогопотечники! С вами снова ваш налоговый консультант Евгений Севков. И сегодня мы обсудим важный вопрос, который касается всех работодателей и работников. Когда же работодатель вправе хранить в электронном виде копии паспорта, свидетельства СНИЛС, ИНН и другие документы сотрудника? Многие скажут, а что их нельзя разве было хранить? Итак, начнем с того, что эксперты РУСТРУДА недавно разъяснили этот момент. Согласно действующему законодательству, порядок ведения личных дел работников четко не установлен. Однако в данном случае необходимо руководствоваться требования закона о персональных данных, принятого 27 июля 2006 года, номер 152 ФЗ. РУСТРУДА обращает внимание, что хранение копии паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о рождении детей, браке, документов образования, военного билета и других подобных документов в личных делах сотрудников допускается только с их письменного согласия. В случае отсутствия такого согласия, копии документов должны быть возвращены сотрудникам или уничтожены. Эти разъяснения РУСТРУД представил на своем сайте, отвечая на многочисленные вопросы как работников, так и работодателей. Для более детального ознакомления с нормативными документами, как всегда, ссылку вы найдете под этим видео. Если вам была полезна данная информация, не забудьте подписаться на наш новостной телеграм-канал Налоговая Балалайка, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и изменений налогового законодательства. Спасибо за внимание. До новых встреч.